Новый лаунчпад на обзоре. Всем любителям IDO смотреть до конца. А еще жду от тебя лайк и подписку, если ты до сих пор смотришь мои видео без нее. Рада приветствовать вас на канале Blondie Chain. И сегодня я познакомлю вас с первым кросс-чейн лаунчпадом, который полностью поддерживается инфлюенсерами. Кстати, всех инфлюенсеров можно посмотреть на сайте проекта, но давайте сначала пошагово разберем именно этот проект. С появлением децентрализованных финансов DeFi и NFT мы стали свидетелем стремительного появления новых проектов, направленных на запуск продуктов и услуг на основе блокчейна. Почти все они нацелены на запуск на одном или нескольких агрегаторах криптопроектов, также называемых стартовыми площадками, либо же лаунчпадами. С помощью стартовых площадок сообщество может открывать для себя новые криптопроекты на ранних стадиях, а проекты могут привлекать людей для поддержки и продвижения своего продукта, либо же услуги через IDO, либо же первоначальное децентрализованное предложение. Давайте прежде чем посмотрим, что для нас приготовил проект, который сегодня у нас на обзоре, разберемся с основными проблемами текущих стартовых площадок. Первая проблема – это ограничение одной экосистемы. Большинство существующих стартовых площадок ограничены одной экосистемой, такой как Эфир, либо же Binance Smart Chain, Polygon и так далее. Есть на данный момент платформы, которые скомбинировали несколько блокчейнов, но мультичейнов очень ограниченное количество. Вторая проблема – высокая стоимость участия. Участие в запуске требует десятков тысяч, а иногда и сотен тысяч долларов. Это если мы будем говорить о гарантированных локациях, а не лотереи. Третья проблема – краткосрочное воздействие. Большая часть рекламного воздействия исчезает с запуском последующих проектов. И как только проект запустился, реклама от инфлюенсеров на этом останавливается. Четвертая проблема – несправедливость. Хотя, возможно, это менее распространено, но хорошо известно, что некоторые стартовые площадки используют ботов и различные тактики манипуляций, чтобы гарантировать, что большая часть предлагаемых распределений в конечном итоге окажется под их контролем. Пятая проблема – ограниченное распространение токенов. Большинство стартовых платформ позволяют, либо же могут привлечь только несколько сотен участников для участия в IDO, ограничивая количество участников и, следовательно, сторонников проекта. И последняя проблема, которую мы можем рассмотреть – это централизованное управление. Лаунчпады решают, какие проекты будут включены в список и иногда не по правильным причинам. Данная платформа с названием V-Launch хочет попытаться изменить эту ситуацию. Давайте посмотрим, что предлагает нам проект. Первое решение – это мультичейн. Одним из основных отличий в V-Launch является то, что он не ограничен конкретной цепочкой блоков. Вместо этого он может поддерживать проекты из широкого числа сетей, собирая проекты высокого качества из всех блокчейнов на одной стартовой площадке. Проект также называет себя стартовой площадкой лидеров мнений. Одно из предложений V-Launch заключается в том, что он создается и поддерживается исключительно широким кругом идейных лидеров, что приводит к более широкому распространению лучшему представлению проектов. Следующую проблему, которую решает проект – это справедливое распределение. Системы распределения в V-Launch гарантируют, что количество подключенных участников IDEO будет как можно больше, а требования к стейкингу как можно более низким. Распределение победителей будет прозрачным для всеобщего обозрения. Необычной фишкой будет являться распределение на основе прогнозов. Проект хочет предоставить механику прогнозирования прибыли, которая позволяет сообществу прогнозировать стоимость токена для конкретного проекта через 30 дней после запуска. Каким образом это будет работать? Давайте разберемся в механике. Результат прогноза будет определен через 30 дней после запуска самого токена проекта на основе среднего значения CoinMarketCap и CoinGecko, учитывая, что разница в ценах между ними не превышает более 10%. В случае разницы в цене для синхронизации цен будет предоставлен 24-часовой льготный период. 10 ближайших прогнозистов будут избраны победителями и получат вознаграждение в виде токена проекта. 2% от общего числа прогнозистов, которые были наиболее близки к результату прогноза, включая тех победителей раунда, будут зачислены токены VPAT, которые они могут потребовать в любое время. У платформы будет отсутствовать плата за листинг, по крайней мере проект так утверждает. Здесь, конечно же, будут KYC, которые соответствуют всем правилам. И последняя особенность – это децентрализованные списки. The Launch стремится стать полностью децентрализованным, предоставляя сообществу контроль над всеми механизмами стартовой панели, обеспечивая тем самым постоянную поддержку и участие. Нативный токен проекта называется VPAT. И это тот токен, который ляжет в основу платформы. Давайте рассмотрим утилиты токена, а потом и токономику. С помощью данного токена вы сможете делать стейкинг. Чтобы участвовать в распределении, пользователи должны будут стейкать токены VPAT, которые в зависимости от периода стейкинга дают им определенную мощность VPAT – VPAT Power. Если вы смотрели мои ролики, то касательно Power вы уже знаете, как это работает. Распределение будет предоставлено в соответствии с пропорциональным весом мощности каждого потенциального участника по сравнению с общей заявленной мощностью. Чтобы предотвратить спекуляции за час до листинга, либо же в последние минуты, VPAT Power будет обновляться только раз в 24 часа. Люди с исключительно низкой мощностью VPAT будут объединены вместе и получат распределение в соответствии с накопленной силой. Затем данное распределение будет делиться на основе системы лотереи. Непроданные ресурсы автоматически покупаются в e-launch и перепродаются по себестоимости лидерам мнений, которые обязуются создавать контент для проекта. Думаю, насчет стейкинга мы достаточно подробно поговорили. Вы поняли механизм работы в дальнейшем этой launchpad-платформы. И переходим к следующей утилите, которая называется управление. Управление создано для того, чтобы стать полностью децентрализованной и контролируемой сообществом платформы. В дальнейшем в e-launch планируют перейти в DAO, где сообщество голосует по всем, без исключения аспектам панели запуска. То есть каждый участник, кто холдит токены, сможет принимать участие в любом решении для данной платформы. Есть еще такая необычная функция у данного токена, как антисубл. Что в переводе означает атака сивилы? Давайте разберемся в этом значении. Это вид атаки в одноранговой сети, в результате которой жертва подключается только к узлам, контролируемым злоумышленникам. Так вот, токену в e-pad также потребуется защита платформы от атак субл, в котором злоумышленники автоматизируют набор действий, выдавая себя за тысячи либо же сотни реальных пользователей, таким образом истощая сервера. Требования от каждого участвующего пользователя застейкать относительно небольшое количество в e-pad делают попытки атаковать систему экономически неэффективными. Приобрести в e-pad будет невозможно. Вместо этого члены сообщества получат в e-pad в обмен на действие и участие. А вот приватсейл доступен только для стратегических аккредитированных инвесторов. Эти токены будут иметь длительный период вестинга, для того, чтобы приватные инвесторы не смогли их сразу продать. И большая часть дохода вот этой продажи будет использована для повышения ликвидности токенов. Давайте изучим метрики данного токена. Общий объем предложения будет составлять 1 миллиард токенов в e-pad. Circulation supply на листинге будет составлять 11.28%. В этот процент уже включена ликвидность. Чистый circulation supply на листинге будет составлять 5.78%. Market cap на листинге составит 3 миллиона 382 тысячи долларов. А чистое оборотное предложение на TGE будет составлять 1 миллион 732 тысячи долларов. Ниже мы можем рассмотреть диаграмму распределения. На команду у нас выделены 14%, адвайзером 2, в резерве 15%, на награды за активность 4%, за стейкинг 18%, приватсейл 10%, айдио 3%, на будущие айфдропы 3%, маркетмейкер 3%, ликвидность 5%, маркетинг 15% и партнером 6%. Дальше мы можем ознакомиться с вестингом и разблокировкой данных токенов на протяжении следующих 35 месяцев. И как можем увидеть, токены команды будут разблокироваться на протяжении всего этого периода. Партнеров данного проекта мы можем увидеть на главной странице сайта, опустившись немножко ниже. Здесь у нас есть Master Rangers, Paid, Иван Интех Академия. Если ваш проект хочет запуститься на данной платформе, вы можете здесь оставить заявочку и описать более подробную информацию о своем проекте, после чего команда данной платформы свяжется с вами для обсуждения деталей. В лаунче есть инстаграм, и если опуститься ниже, мы можем увидеть, кто создатель данной платформы. И для тех, кто не знает, знакомьтесь, это MMCrypto. Крутой парень, который давным-давно уже в блогинге в криптомире. Канал Криса зарегистрирован еще в 2017 году и на данный момент составляет 518 тысяч подписчиков. Ребята, для криптомира это безумно много. Это не блогерство про путешествия, еду, красоту и так далее. Для криптомира такое количество подписчиков очень даже существенно. Если мы обратимся к твиттеру данного проекта, также можем увидеть здесь Криса, который презентует свой продукт. Подписаны на данный твиттер достаточно много блогеров, всего разных проектов, инфлюенсеров, а также влиятельных лиц. На этой платформе можем зайти внутрь дашборда. И здесь мы можем войти в твиттер и в телеграм для того, чтобы получить доступ к IDO на влаунче в ВПАДе. Чтобы отслеживать поддержку и активность на каналах в социальных сетях и группах в телеграм, необходимо подключить свои учетные записи твиттера и телеграма. А в дальнейшем вот здесь в дашборде у вас будет отображаться стейкинг ваших токенов в ВПАД и история участия в разных проектах, которые будут здесь запускаться. Стейкинг мы можем найти внизу на вкладке стейкинг и почитать еще более подробные условия. Здесь можно блокировать свои токены на 2 недели, на 3 месяца, на 6 месяцев, на год, 2, 3, 4, либо же на целых 5 лет. И чем более высокий период стейкинга вы выбираете, тем больше процентов бонуса вам будут начисляться. А штраф за то, что вы ранее срока потребуете свои токены, составляет максимум 75%, который потом линейно падает каждый день до даты разблокировки ставки. В дальнейшем в истории вашего участия будет отображаться название проекта, цепь, на которой происходил сейл, также то, что вы поучаствовали в данном проекте, сколько было внесено суммы для выкупа локации, рентабельность инвестиций в ATH, дата клейма, адрес и также сумма. Все вы можете увидеть вот здесь в удобном интерфейсе дашборда. Как всегда, сверху и снизу мы можем найти социальные сети. Это Instagram, Twitter и Telegram. В Telegram у нас есть 2 чата, а также канал анонсов. Если мы зайдем на вкладочку All Project, то мы можем увидеть не только данный проект в Launch, а и второй проект, который называется RainMaker. На данный момент проект RainMaker уже закрыл свой белый список, были выбраны победители по лотерее, и сейчас проходит распределение по данному проекту. Сам же токен в Launch будет залищен уже завтра, дата релиза 21.12.2021 года. Сейчас выбираются победители по вайтлисту, в основном это будут люди, которые принимали участие в маркетинге данного проекта, после чего пройдет сейл, дистрибьюция токенов, и дальше вы уже сможете смотреть стоимость данного токена после листинга. Напоминаю, что для того, чтобы участвовать в дальнейшем во всех следующих проектах, которые будут запускаться на V-Launch, вам необходимо застейкать токены в Appada, после чего вы сможете подавать заявку на вайтлист, выигрывать лотерею и выкупать свою локацию. Ну что, ребят, всем удачи, Крису в том числе. Надеюсь, что запуск данного токена пройдет успешно, и мы скоро посмотрим хорошие проекты, которые планируют запуск на данной платформе. На этом буду заканчивать. Всем пока и до скорой встречи в новых роликах.